Привет, друзья! Речь сегодня пойдет о платных парковках. Благость это или зло? Давайте разбираться вместе, давайте рассуждать. Недавно один мне товарищ сказал, достали платные парковки, 200 рублей в час в центре, это невозможно платить такие суммы. Я согласен, 200 рублей в час это дорого. Тем более, как это организовано у нас. Раньше это была обычная дорога, теперь взяли, выделили одну или две полосы и назвали это платными парковками. Теперь это платная парковка. Пожалуйста, ставьте за деньги. Раньше ставили бесплатно, теперь просто за деньги ставьте. Вот мне кажется, это неправильно так организовывать. Я считаю, что платные парковки, они нужны. Но тогда, когда они приносят время, приносят удобство, когда ты приезжаешь куда-то на место, куда тебе нужно, в торговый центр или куда-то еще, ты едешь, ставишь машину, и ты спокоен, все в порядке, идешь, делаешь свои дела. Тогда и можно заплатить 50 рублей, 60, 100 рублей за час. Можно заплатить. Но когда это стоит 200 рублей в час, парковок так и нет. Можно по центру ездить и так и не найти, где припарковаться нормально. Или припарковаться где-нибудь за много кварталов от места назначения. Это не очень хорошо, мне кажется. Мне кажется, нам... Вот у нас ребята должны строить парковки и делать их платными. Пожалуйста, ты построил, ты вложил какие-то деньги, теперь ты хочешь отбивать. Это твой бизнес. Пожалуйста, прекрасно. В этом случае платные парковки, они хороши, в принципе, для всех. Потому что ты приезжаешь, у тебя есть всегда место, где поставить машину, ты ее ставишь, и идешь, делаешь свои дела. А владелец вот этого бизнеса, парковки, зарабатывает на этом деньги. В принципе, всем хорошо. Как у нас это организовано, мне не нравится. С другой стороны, можем взять пример Америки. У нас же много западников, которые любят, вот, там все на западе суперклассно, в Европе все замечательно, в Америке все замечательно. Ну, вот, например, давайте разберем Сан-Франциско, большой город. Вот, парковки стоят от 5 долларов в час. Въезд в город 5 долларов, выезд тоже 5 долларов. Просто, чтобы выехать из города, вам нужно заплатить 5 долларов. Ладно за въезд-то, это ничего страшного. Плюс внутри города есть платные дороги, например, чтобы с одного берега переехать на другой берег, через мост, нужно заплатить. У нас пока еще такого нет. У нас есть платные дороги, какие-то участки платной дороги, там, М6, ну, на различных трассах между городами. Но внутри города такого пока что еще нет. А так, на каких-то туристических местах в Сан-Франциско, там, до 19 долларов в час доходит парковка. 19, вы не ослышались, это, чтобы вы понимали, это чуть больше 1000 рублей. Есть, например, там, парковки такие, 40 долларов в сутки. 40 долларов можешь ставить, можешь на 2 часа поставить, можешь на сутки, пожалуйста. Но нужно заплатить 40 долларов. Такие парковки есть. Ну, в других городах американских там парковки подешевле стоят, там и 2 доллара в час. Много мест есть бесплатными, с бесплатными парковками. Допустим, есть возле каких-то аттракшнс, в общем, возле каких-то достопримечательностей много бесплатных парковок, в принципе, чтобы люди могли приехать, поставить машину и посмотреть место. В Европе, давайте Европу возьмем, вон в Испании где-нибудь, даже в какой-то деревне, где машин-то особо нету, платная парковка. То есть, там не загруженные дороги, там вообще никого нет, там людей нет, машин нет, но платная парковка. 12 евро в сутки за ночь или больше, в 16-18 есть разные цены. Ну и, соответственно, это я вот сейчас про Испанию говорю, на примере Испании, где порядка 3-4 евро в час стоит, например, в Барселоне, там, в Валенсии, в центре. То есть, у нас дешевле, даже то, что 200 рублей, у нас получается дешевле, чем в других городах европейских. Вот, то есть, цена, это нам кажется, с нашим доходом, она кажется завышенной, а в Европе еще дороже стоят парковки. Поэтому, учитывайте это в своих рассуждениях. Ну и, естественно, наши власти хотят просто взять и сделать на месте, где когда-то нельзя было заработать, просто дорога. Наоборот, у правительства только уходили деньги на это. А теперь можно заработать. Почему бы это не сделать? Просто давайте отгородим часть дороги и сделаем здесь парковку. Все, теперь эта парковка платная, пожалуйста, плати. Мне кажется, это неправильно. Должно быть, вы сначала организовываете парковку, потом за это берете деньги, вы делаете полезное для общества, и вам, соответственно, общество отвечает. Платить деньги. Вот, мне кажется, так. А когда это организовано, как у нас, мне кажется, это неправильно. Как вы считаете, напишите в комментариях. Пока.